20 соглашений о сотрудничестве, 10 из них инвестиционные на сумму более 6 миллиардов рублей. Таковы планы области на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Новгородская делегация продолжает свою работу на площадке. И сейчас наш специальный корреспондент Арина Аксенова расскажет подробности. Накануне на стенде Новгородской области были подписаны еще несколько соглашений. Пожалуй, самое примечательное из них с правительством Камчатского края. Что объединяет два бесконечно далеких друг от друга региона, рассказал нам губернатор Камчатки Владимир Солодов. Это большая территория, это ставка на туризм, это глубокие исторические традиции, потому что на Камчатке мы тоже гордимся своей историей, пусть не так далеко в древность уходящую. И я уверен, что с запуском прямого рейса Петропавловск-Камчатский Санкт-Петербург, на котором мы сейчас работаем, надеясь, что удастся его добиться, мы больше будем новгородцев принимать у нас на Камчатке, а жители Камчатского края, школьники Камчатки смогут прикоснуться к колыбели русской цивилизации в святынях древнего Новгорода. Еще одно новое производство появится в Боровичах. Боровический завод железобетонных изделий запускает строительство технологической линии сухих строительных смесей, благодаря чему свой оборот предприятие увеличит в два раза и пополнит казну региона. Мы посчитали, за ближайшие 10 лет после запуска проекта бюджет получит 100 миллиардов рублей. Это ощутимо. И 61 рабочее место. А второй день форума для губернатора Андрея Никитина начался с обсуждения вопросов демографии. На встрече в гостиной губернаторов главы регионов вместе с представителями Минздрава искали пути сохранения трудоспособного населения. Тем временем партнеры региона продолжают пребывать на наш стенд. Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» будет готовить в колледжах Новгородской области специалистов радиоэлектронной промышленности для своих предприятий. Новгород – это регион высоких технологий, регион интеллигенции, в том числе инженерной интеллигенции. Поэтому теперь не только родители наших школьников будут вспоминать, как они работали на этих предприятиях в советское время, но и у самих ребят появится возможность участвовать в больших, серьезных мирового класса проектах. Уже в июне первая команда студентов и педагогов Новгородского строительного колледжа отправится на стажировку в Санкт-Петербург, в институт прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей». ПАО «Транснефть» продолжит реализовывать социальные проекты совместно с правительством региона. И еще один образовательный проект готовят Новгородский государственный университет и будущий работодатель его будущих выпускников – АО «Трансвит». В нашем соглашении предусматривается участие вузовских проектных команд, а я напомню, что университет в этой логике с 2019 года живет, участие этих команд на площадке «Трансвита». Причем участие не в виде каких-то малых инновационных предприятий, просто арендующих у предприятия площади, а получающих дополнительную компетенцию. И, наконец, ключевое событие дня – заседание Комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. Здесь обсудили вопросы финансирования регионов. О других событиях форума мы расскажем в следующих выпусках. Следите за новостями вместе с нами. Из Санкт-Петербурга Арина Аксенова, Галуз Гивандя, Новости, Новгородское областное телевидение.